Во Владимирской области открылось движение по очередному участку платной трассы М12 Москва-Казань. Теперь автомобили могут двигаться в обход Петушков, Костерева, Лакинска, Пекши и Ворши. Сквозь все эти населенные пункты идет нынешняя дорога М7-Волга. Во время торжественной церемонии открытия по прямой связи выступил президент России. В целом, за счет развития дорожной сети, нам нужно повысить пропускную способность российских автострад, уменьшить долю федеральных и региональных трасс, действующих в режиме перегрузки. Одновременно важно улучшить организацию дорожного движения, чтобы минимизировать количество узких мест и пробок. Новый фрагмент трассы М12 проложен к северу от старой дороги от 114 до 169 километра М7. Как и вся трасса М12, проезд по новому участку платный. Для легковушек цена проезда составит 229 рублей, для грузовиков 687. Скидок в ночное время не предусмотрено. Напомним, что до Владимира трасса М12 строится почти параллельно старой М7. А дальше до Казани идет по совершенно новому маршруту, через Муром и Арзамас, выйдя к Волге южнее Казани. 7 сентября 2023 года движение откроют до Арзамаса. Это райцентр в сотни верст к югу от Нижнего Новгорода. А 20 декабря поедут все 800 километров до Казани. Доехать до нее от Москвы можно будет примерно за 6,5 часов, против нынешних 12. Затем М12 пойдет в Екатеринбург, прямой дороги до которого сейчас просто нет. Участок Казань-Екатеринбург уже строим, проектируем, подготавливаем территорию. У нас буквально вот уже масса выйдут строителей в конце этого года на основной ход. Сейчас пока идет подготовка, вынос детей. Продление до Екатеринбурга сдадут уже в 2024 году. Следующей целью будет Тюмень. Но и это не финал. В конечном итоге связка платных трасс М11 Нева и М12 станет частью магистрали протяженностью 12 тысяч километров, которая свяжет Петербург, Москву и Владивосток. Название такому масштабному проекту подобрали соответствующее – Россия. А за М12 президент закрепил имя «Восток». Как люди сказали, так и сделаем. Большая трасса – Россия, а вот этот участок – Восток. О сроках завершения всего проекта не говорят, и это понятно. Ведь задумана дорога, по которой можно проехать четверть окружности нашей планеты Земля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова